Распространилась грехи, распространилась нечесть на суше и море. За то, что люди сами же сделали своими руками, дабы Аллах после этого наказывать их за некоторые их деяния, может быть, они вернутся, может быть, они вернутся ко Всевышнему Аллаху. Муфессеры этого аята говорят, то есть распространилась нечесть грехи на земле, имеется в виду, когда Кабину и Лхабина. И в море, когда на реке тот царь Василий, о котором говорится, правитель, о котором говорится в Суратинкаф, забирал, отнимал у каждого корабли. Но однако этот аят, у них руками Уан, ученые говорят, на всех распространяется. Когда эта земля распространяется грехи, когда эта земля распространяется нечесть, выйти на этой земле меньше благодати, меньше тараката, земля меньше дает. И также о морях, тонут корабли, когда они распространяются грехи, когда они распространяются нечесть, Всевышнему Аллаху Супрама Таану говорит, я наказываю некоторых, может быть, они вернутся. Сейчас время, чтобы взять какие-то из того, что мы видим, какие-то для себя уроки и вернуться к Аллаху, вернуться ко Всевышнему Аллаху, вернуться к Аллаху, каждый вернется к Аллаху, и верующий, и верующий. И богатый, и бедный, и правительный, и обычный гражданин, и старый, и молодой. Все вернутся к Аллаху до единого. Как сказал Хасан Баср, я ибля Адам, о сын Адама, о человек, инна ма антал айян, поистине ты, это дни, количество дней. Когда день проходит, часть к тебе уходит. Всевышнему Аллаху, сказал, потом вы вернётесь к нам. А потом вы вернётесь к нам, сказал Всевышнему Аллаху, в этой жизни, эта жизнь наша, наша жизнь, минуты, секунды, часы, дни, недели, всё, закончится жизнь. И все мы вернёмся к Аллаху, все мы вернёмся к Аллаху, на атака ас-сааид, счастливый человек, который вернулся к Аллаху при жизни. Счастливый человек, который вернулся к Аллаху при жизни. Поэтому, в первую очередь, себе даю напоминание делаем. И всем нам, из того, что было, мы долго сидели дома, не выходили из дома, мы в этом, это именно как раз время, чтобы задуматься и пересмыслить нашу жизнь. Вернуться к Аллаху, субханам ате аля, после темноты грехов, к свету поклонениям. Вернуться к Аллаху, субханам ате аля, после унижения греховного, к почёту поклонения Всевышнему Аллаху, субханам ате аля. Вернуться к Аллаху, субханам ате аля, проявляя усердие со своими страстями, со своим нафсом. Вернуться к Аллаху, субханам ате аля, в итоге войти в вечную, айс-коропитель Всевышнего Аллаха, субханам ате аля. Поэтому нафс, Аллаху Альбат, «Инна нафтя ла аммаракум биссу, илля амаракум рахиму Раби». Поистине, нафс, душа, «Ла аммаракум биссу, илля амаракум рахиму Раби». Поистине, душа, она очень-очень сильно повелевает человеку делать плохое, делать грехи исключениями. Лишь являетесь тем, кому он оказал свою милость. Что в этот момент делать? Альтуча, айнаджа, 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 проявлять усердие против своего нафса. Проявлять усердие, терпеть, не грешить. Это тоже один из видов сабра, альма аси, дабы не грешить. После этого, через какое-то время, твоя душа становится даблана, нафсу даблана. Это та душа, которая, если согрешила, вечером приходит домой и думает, что же я натворил? Истабфурллах, азима, тубилей. В это время еще больше, еще больше проявлять джихад, нафс, именно усердие против своих страстей, со своей душой. Потом эта душа становится, нафсу даблана, спокойная душа. Что с этой душой? В этой жизни она какое-то время, определенный срок живет, потом возвращается к Аллаху, субхану ва-та-Аля, видит ангела смерти и обращается к ней. О, спокойная душа, вернись к Господу своему. То есть вернись, как будто эта душа была в этой жизни в какой-то командировке, и она возвращается домой. Возвращайся к Аллаху, субхану ва-та-Аля. Аллах, я тебе довольный, Аллах тобой довольный. Расководи среди моих рабов, поклоняющих, и после этого зайди в мою братьскую обитель. Уважаемые братья, когда человек должен болеть, и к нему приходит какая-то тяжелая болезнь, рак, коронавирус, другая, и врач говорит, вам осталось жить в день. Вам осталось жить неделю или месяц, больше вы не проживете. В этот момент человек верит полностью в врачу и начинает паниковать. Ну когда нам с вами, Всевышний Аллах, субхану ва-та-Аля, говорит, я им, на день, на день, на дне, 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 на дне. Когда Всевышний Аллах, субхану ва-та-Аля, говорит, вы верующие, бойтесь Аллаха. И спускай каждый из нас, посмотри, что? Приготовил на завтра, на съезд, на судный день. Когда Всевышний Аллах, субхану ва-та-Аля, говорит, каждый душа в кусе смерти, постоянно возвращались отдалялись отдалялись от грехов поэтому сколько бы мы не поклонялись аллах не нуждается в наших поклонениях мечеть была закрыта мы увидели с вами нуждался аллах как был он так и есть и будет он вечен он не нуждается в наших поклонениях богат и не нуждается в своем арш и всех ангелов которые несут его арш не нуждается своих ангелов которые днем и ночью поклоняются только аллах не нуждается в своих рабах люди которые молятся ему аллах не нуждается в джинах который надеется на лавку на сайт грехи грешников вот этот партнер не поможет поклонение поклонение поклоняющих я не сможете налетить двористичного вы сможете помочь если первый человек из вас если первый человек из вас последний человек из вас тем самым не уменьшит власть и то что есть у всех вишну Аллаха что же наша с вами жизнь Аллах после этого сказал поистине ваша жизнь это ваши дела поистине ваша жизнь это ваши дела а кто свои деяния застанет плохими пусть никого не обвиняет кроме как самого себя Всевышний говорит я никогда не притеснял человек сам себя притесняет Аллах сотворил рабов своих и сотворил Аллах сотворил людей и ангелов Аллах написал ангелов сказал поистине они никогда не ослушиваются Аллаха и каждый приказ Всевышнего они выполняют кого-то Аллах сотворил в земном поклоне кого-то Аллах сотворил в поясном поклоне все время, что они делают, только поклоняются Аллаху. И в судный день, когда Аллах позволит им поднять голову и посмотреть на милость, посмотреть на лико Всевышнего Аллаха, на красоту, какой великий Аллах, Аллах Афим, Аллах великий. Посмотрим на Всевышнего и сказка, «О, наш Господь, должным образом не поклонялись мы тебе. О, наш Господь, должным образом мы не почитали тебя. О, наш Господь, должным образом мы не восхваляли тебя». Какой великий, subhanahu wa ta'ala. Какой великий, subhanahu wa ta'ala. Всего лишь в день, когда выходишь на улицу и видишь наших братьев-мусульман, кто-то стоит с сигаретой, кто-то стоит с раздетой девушкой, кто-то стоит выпивает алкоголь, кто-то принимает какие-то наркотические препараты. Говоришь, «Шаддад буль-умна». Это же «Шаддад буль-умна». Эти молодые люди – это сила нашей умы. Это люди нашей умы. Аллах Афим, Аллах не нуждается в их поклонениях, в наших поклонениях. Но однако мы должны вернуться Аллаху. И когда делаешь наставление, говорит, я живу, как хочу. Я делаю, что хочу. Я свободный. Говоришь этому человеку, делай, что хочешь. Живи, как хочешь, но знай, все равно ты вернешься к Аллаху, subhanahu wa ta'ala. Все равно ты вернешься к Аллаху, subhanahu wa ta'ala. И счастливый человек будет тот, кто зайдет в рай. Кому дадут дияния в праву. И скажут, саламу алейкум, дым-дым, дым-дым. Заходите вечно в райисповитель. Заходите вечно в райисповитель. В сады, в реки, в хулу-р-ин. Заходите, кушайте из ризус-наджанна. Кушайте из того, что под Аллаху, subhanahu wa ta'ala. Вы здесь вечно. Встречайся со своими близкими, с пророками, с ангелами. Благодать, вечно. То, что классный видел. Вода кузына, самиха. То, что ухо не слышала. Вода кузына, самиха. То, что человек не может такое представить. Пришел один из мужчин. И сказал, я Ибрагим. О, Ибрагим. Я много согрешил. Скажи мне какое-то слово, наставление, чтобы я оставил грехи. На что он сказал, я тебе дам пять наставлений. На что он сказал, дай мне первое наставление. Он сказал, не кушай из еды Аллаха и греши. Не кушай из еды Аллаха и греши. Он сказал, как Ибрагим. Ведь Аллах дает нам питание. Он дает нам еду. Он сказал, он не нуждается в этом. Потом он сказал, как ты кушаешь из еды Аллаха и грешишь? Не стесняешься ли ты? Дай мне второй совет. На что Ибрагим сказал, не живи на земле Аллаха и греши. Он сказал, как Ибрагим, поистине земля это принадлежит Аллаху, небо принадлежит Аллаху. А что Ибрагим сказал, ты кушаешь из еды Аллаха. Живешь на земле Аллаха и ослушиваешься Аллаха. Возьми третий совет. Иди в то место, где бы тебя Аллах не увидел и делай там грехи. Что сказал? Как Ибрагим, Аллах все видящие, все видит, все слышит? Говорит, а ты не стесняешься? Кушаешь из еды Аллаха, живешь на земле Аллаха. Знаешь, что Аллах тебя видит, ты не стесняешься грешить? Возьми четвертый тогда наставление. Когда придет к себе ангел смерти, чтобы забрать твою душу, скажи, ответь ему, я сейчас не буду умирать. Он сказал, как Ибрагим? Как Ибрагим? Когда приходит срок смерти, ангел смерти ни на час раньше, ни на час позже не приходит. Говорит тебе. Кушаешь из еды Аллаха, живешь на земле Аллаха. Знаешь, что Аллах тебя видит, знаешь, что ты не сможешь отдалить от себя смерть и при этом еще грешишь? Возьми тогда пятое наставление. Когда возьмите Азззабания, ангелы, стражи ада, Илэннар, Фирбин хум вадхаб илэджан. Убеги от них, иди в Раим. Скажут, я не смогу от Ибрагима. Аль-Ан, я Ибрагим. Ушвиду. Амам Аллаха. Я беру тебя в свидетель, о Ибрагим. Я сделал и вернулся к Аллаху. Уважаемые братья, все мы грешны. Каждый человек грешен. Однако лучше из них кто, кто просит у Аллаха покаяния. Каждый грешен. Не проблема, если человек согрешил по незнанию. Человек сделал какой-то малый грех, но постоянно делал. После этого пропросил Аллаху. Однако при этом не делал ни яд, намеренный перед тем, как ложиться спать, что завтра будет грешить. Или когда выходил из дома утром, не делал намерение, что он будет грешить. Если загрешил, то вернулся к Аллаху с правдой. Проблема в чем? Проблема в том, что человек постоянно грешит. И не стесняется Аллаха. Проблема в том, что человек забыл милость, которую Аллах ему дал. И он, несмотря на это, грешит. Проблема в том, что он забыл то, что Аллах его видит. Сколько мы забываем. Сколько мы ослушаемся. Сколько мы переступаем границ дозволенного. Сколько мы высоко верим. Сейчас самое время, чтобы вернуться к Аллаху. Аллах не наказывает своих рабов в тот момент, когда среди них пророк Мухаммад. И Аллах не наказывает рабов в тот момент, когда они просят прощения. И Аллаху с правдой. И Аллаху с правдой. И Аллаху с правдой. И утром. Продолжение следует. В этом году.